Привет! Я Оксана Кравцова. И у меня есть 50 вопросов, а у нашего героя только 300 секунд на их ответы. Герой нашего выпуска – настоящий русский богатырь Михаил Кокляев. Добрый день, Михаил! Здравствуйте, Оксана! Вы уже знаете, как меня зовут? Конечно же, мы с вами созванивались много раз. И это здорово! Вы знаете наше правило? Вам за 300 секунд нужно ответить на 50 вопросов. Я постараюсь. Вы готовы? Да. Мы отвечаем «да» или «полный вопрос»? Нет, ну «полный вопрос». Как вы умеете? Вы знаете, мне жена недавно сказала, что, когда я давал интервью, она присутствовала рядом, говорит, «Тебе интересно послушать». Поэтому, дай Бог, за 300 секунд на три ответить. Ну, давайте, я готов. Все начали? Поехали. На что вам не хватает силы воли? На вредные привычки. Вы довольны временем, в котором вы живете? Да. Какое дело вы можете назвать любимым? Поднятие тяжести. Рекорд. К какому вы стремитесь? Стремлюсь пробить свой собственный рекорд становой тяги в 17,5 и покинуть 420. Кого из бойцов ММА вы выделяете? Олельника. Да. Да. Жима или становая тяга? Становая тяга. Сумо или классика? Классика. Вы употребляете допинг? Да. Да. Правда или деньги? Денежная правда. Если вам предложат хорошую сумму, хороший гонорар, вы будете рекламировать алкоголь? Не в этой стране. Что выше милосердие или справедливость? Милосердие. А что для вас Вера? Вера – это человек, который зашел за наши грехи на крест по собственной воле и быть похожим на него. Как вы относитесь к повышению пенсионного возраста? Отрицательно. Кто для вас Юрий Власов? Первый человек, который поднял на этой планете 200 килограммов над головой. Вернее, 22,5 килограмма в 1960 году на Римской Олимпиаде. Да. Великий русский полководец кто? Суворов. Чем отличается русская душа от американской? Тем, что русским что в лоб, что в полбу. Американцу что в полбу, что в лоб не помогает. Какую максимальную скорость развивает медведь? Медведь 60 километров в час. Откуда вы знаете? Пришлось в этом году побегать. Серьезно, это правда. Я вам серьезно расскажу чуть позже в другом интервью. Толчок или рывок? Рывок. Силовой экстрим или тяжелая атлетика? Тяжелая атлетика, но потом силовой экстрим. С чего начинается родина? С... Ну? С старой отцовской буденки. Вы горите перед соревнованием? Как справляетесь? Не горю уже. Что помешало вам стать олимпийским чемпионом? Мое нелицемерие. Да? Да. Что вас не устраивает в стране? В стране? Не устраиваю себя я. Сколько детей должно быть в семье? В семье не меньше двух. Самая красивая часть женского тела? Талия. Русский или россиянин – это одно и то же? Нет, это разные вещи. Кто для вас принципиальный соперник? Мой соперник – банально я. Чем вы гордитесь? Горжусь своей верой, верой, свою любовь в этот народ. Что вас вдохновляет в этой жизни? Дети, жена. Главный принцип – Михаила Кокляева? Мы победим. Да. Когда в России дороги станут лучше? Никогда. В чем теле вы бы хотели прожить один день? Юрия Регарина. Когда вы в последний раз дрались сам в лице? На улице в ресторане дрался в июне месяце в Южневарке. Чем все закончилось? Выбил рубль. Сколько вы зарабатываете? Для того, чтобы дети ничем не нуждались, чтобы жена была улыбчивой. Кто все-таки победил? Магомед Исмаилов или Владимир Миниев? Победил Камил Гаджиев. Гениально, просто гениально. Кто главный в вашей семье? Главное в нашей семье – любовь и понимание. Зачем страус прячет голову в песок? Для меня это загадка, зачем он прячет, когда можно было бежать с такими ногами. Может, просто от страха у него шок, голова начинает нервнуть и пытается ее согреть. Какого числа и месяца была у вас свадьба с супругой? В 1999 году мы с ней познакомились и 31 марта 2001 года мы с ней поженились. Вспойте или прочитайте пару слов из гимна России. Россия великая наша держава, Россия священная наша земля. Могучая воля, великое слава, мое достояние на все времена. А что для вас любовь? Любовь – это самопожертвование. Вы верите, что полиция не берет яд? Никогда сам не давал. Вы знакомы с честным и порядочным чиновником? И не передавал. Серьезно? Да. Вы знакомы с честным и порядочным чиновником? Да. Ваш любимый инструмент? Бухрядная гармонь. Вы умеете играть на ней, естественно. Спасибо папе. Виктор Васильевич Кокляев. Кто или что вас раздражает? Раздражает моя лень. Что может испортить вам настроение? Честно, я даже не помню, что может испортить. Мой недосып. Кто самый? Лучше не доесть, чем не доспать. Это одно из моих правил. Наверное, вы правы. Кто самый сильный человек на земле? Самый сильный человек на земле? Тот, который поднял штангу с полом над головой. На данный момент это грузинский спортсмен. Вот вы меня прям это... Талахадзе. Вы видитесь от чиновников? Плохое слово. Я вижу себя хозяйственником. Хозяйственником среди чиновников. Что вы хотите изменить в стране? Изменить стране? Я ничего не хочу менять. Хочу все так же оставить. А вот убрать... Убрать бы... Я бы, конечно, убрал слишком много мата стало. С телевизора бы убрал. Уж никогда не думал, что Киркоров будет материться в открытую. Я его не считаю, конечно, человеком идеальным. Но мы уже смотрим, женщины и дети, и бабушки. Представляете? Человеку считают... Дивой! Как Дива может... Или Дива... Или Дива... Дива... Как Див может материться? Или как его называть? А, король или кто? Король, король попа. Как король, да, может, король попа может материться? Вы могли бы дать свою жизнь, чтобы спасти другого человека? Если Родина склажет, так как я являюсь военным запасом, то, скорее всего, если будет там приказ, то там уже не будет выбора. Потому что я дал присягу этой Родине, и, наверное, придется умереть. Конечно, буду умереть за самых близких. Это, наверное, для мужчины, а для важных качеств. Что такое настоящий мужчина? А что такое мужество? Это готовность пожертвовать печенью, сердцем, почкой, ради того, чтобы, допустим, прости даже любимого человека, жену, сына, дочь, отца, мать. А в каких случаях можно назвать мужчину-героем? Мужчину-героем, когда он один, и когда его бьют ногами, а он лежит на земле. Да, он кричит. Ха-ха-ха! Ребята! Не все так просто! А ваш любимый вид спорта как болельщик? Как болельщик? Любимый вид спорта – хоккей, когда именно играет только ребята из России, никаких легионеров. Такой чистый, фаерплей, по всем правилам, только наши, только вперед. Вот за это я люблю поболеть. Вам понравились наши вопросы? Ваши вопросы? Я думал, они будут тяжелее. Но, конечно, так как они были легкие, они мне очень понравились. Я готовился отвечать именно от других. Просто сначала, чёрт-чёрт побери! Я был готов вам поговорить на сложные. А теперь мы вас ждем в силе одного, и там мы поговорим на сложные ваши вопросы. Спасибо большое! Сила!